Давайте расскажем тоже еще одну историю по поводу активиста, на самом деле политического заключенного, Марата Желанбаева. Его, я напомню, приговорили к 7 годам тюрьмы по обвинению в финансировании и участии в экстремистской организации. И вот Марат же написал письмо из колонии в Степногорске и заявил о пытках. Послание опубликовала в соцсетях известная правозащитница Бахаджан Торигожина. И, значит, Желанбаев пишет о нарушениях в исправительном учреждении. По его словам, он неоднократно лично видел, как избивают заключенных, а также сам получал угрозы. Якобы в колонии существует отряд, куда отправляют осужденных на перевоспитание. Да, но еще Марафонис рассказал о случаях коррупции, привел примеры. Якобы кто-то из зэков открыл там ИП, которая изготавливала мебель там же в колонии и заключенным, что работали в этой компании, якобы платили зарплату из бюджета. Ну а руководство тюрьмы, по словам Желанбаева, вот эту мебель, изготовленную заключенными, получало бесплатно. Это письмо Марата Желанбаева мы сейчас подробнее обсудим с нашим экспертом. У нас на связи юрист Казахстанского филиала Международного бюро по правам человека Артур Алхастов. Артур, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, аудитория. Спасибо за предоставленное слово. Спасибо, что вы с нами. Да, что-то еще хотели сказать? Я хотела вам задать. Ну нет. Да, ну я, может быть, вы уже хотели начать отвечать на вопрос, как бы он такой логичный, как-то на это письмо Желанбаева уже отреагировали, правозащитники, юристы, ну и очень интересно, правоохранительные органы, какая-то реакция уже у них нет. Это вообще можно это заявление как-то юридически обозначать, что оно имеет юридическую силу и на него должны реагировать, обязаны? Да, конечно, на него должны реагировать и обязаны реагировать наши правоохранительные органы. Более того, мы сами сейчас пишем письма и поднимаем этот вопрос по поводу того, что же там в Степногорске в колонии происходит. Потому что, к сожалению, то, что написал Желанбаев, оно не вызывает каких-то больших сомнений. Мы регулярно, наша организация получает множество писем от осужденных, которые отбывают наказание. И такие сценарии, такие истории, они часто фигурируют. Действительно, моменты пыток у нас встречаются, до сих пор встречаются. Мы очень много боремся в этом направлении. Но, опять же, далеко не все дела доходят до суда, и далеко не все виновные привлекаются к ответственности. Касательно очень интересная история, там описывается насчет УДО. Там, если не ошибаюсь, порядка 6 миллионов тенге требовал некий там, по-моему, начальник учреждения осужденного для того, чтобы выйти по УДО. И его потом антипор еще накрыл добавок. Вот поэтому нас, например, еще очень интересует судьба вот этого осужденного, который сообщил на начальника. И что же как у него там дальше складывается. Ну, действительно, надо понимать, что учреждение у нас, ну, это называется учреждение пенитенциарной системы. Ну, давайте для просты это тюрьмы называть. Тюрьмы у нас действительно это большая проблема в Казахстане, потому что у нас тюремное население составляет сейчас порядка 37 тысяч человек на весь Казахстан. И вот это, кстати, как раз примерно вот размером, наверное, сарань, про которую вот только что буквально упоминали в Карагане. То есть это примерно такой небольшой город в области. И столько человек, столько людей у нас отбывает наказание. Действительно, Желанбаев там поднимает вопросы материально-технического обеспечения. То есть большинство этих учреждений построены в 50-е, 60-е, а некоторые, если не ошибаюсь, что в 30-е годы постройки. И они до сих пор существуют. Ну, понятное дело, если зданию тюрьмы столько лет, то как бы ожидать там каких-то, не то что комфортных, а просто человеческих условий, ну, в принципе, очень тяжело. И Желанбаев в том числе и эти вопросы поднимает. Также вопросы его взаимодействия с администрацией учреждения, потому что, ну, надо понимать, что и администрация наверняка знала и понимала, кем является Желанбаев. Это действительно человек, которого экспертный совет правозащитников признал политическим заключенным, потому что нету никаких оснований полагать или доводов о том, что Желанбаев там совершал какие-то насильственные действия и так далее. Это такая политическая история и вполне понятная, и с выводами правозащитников, наверное, никто в этом плане до сих пор их и не оспорил, и очень сложно их оспорить. Но я говорю, я рекомендую всем ознакомиться вот прям с данным письмом. Его Бахаджан Туригожина опубликовала, оно также во многих СМИ опубликовано там полным текстом. Это позволит понимать вот действительно ту картину, которая зачастую встречается в тюрьмах в Казахстане. Я не вижу там какого-то большого вымысла или информации, которая бы повергла меня как правозащитника в шок. Мы ежемесячно получаем буквально пачки писем. Я даже тут рядом подготовил. Вот это буквально за этот месяц все с учреждений. И как бы во всех содержится информация там о пытках, о каких-то унижающих достоинствах обращения. И другая вот информация, ну элементарно там даже вот по медицинскому обслуживанию. Это, наверное, сейчас одна из самых популярных запросов. Артур, вот в продолжение того, о чем вы говорите. Мы эту тему тоже давно исследуем, еще с тех времен, когда работали на телевидении. И многие инсайдеры, люди, которые там были на зоне, что называется, сидели, они говорят о том, что все казахстанские зоны, они, что называется, красные. То есть контролируются администрацией. Администрации и вот этот отряд, про который пишет Желанбаев, это отряд, так называемый, актив. То есть это зэки, которые активно сотрудничают с администрацией. Как вы прокомментируете вот эту информацию, что в отличие от наших стереотипных представлений о беспределе на зонах, сейчас, если случается беспредел, то это беспредел, который контролируется конкретно администрацией. Все тюрьмы, то есть не тюрьмы, а колонии в Казахстане, они красные, они контролируются администрацией. Если там что-то случается со стороны вот такого актива, со стороны вот таких вот отрядов, да, активистов, то это все сведомо администрации. Правда это или нет? Ну, действительно, эти отряды, они иногда могут там называться какие-нибудь там дружины, правопорядка и так далее, и так далее. То есть там разные названия, они зачастую там в разных учреждениях могут чуть-чуть там видоизменяться, но суть одна и та же. Действительно, то есть может появляться какая-то группа заключенных, которая пользуется неким определенным хорошим расположением со стороны администрации, где-то они могут там чуть-чуть больше, скажем так, получать там бандеролей, посылок и свиданий, а на какие-то их там мелкие нарушения за сотрудничество будут закрываться глаза. Это, в принципе, наверное, не секрет для всех учреждений в Казахстане, как бы такое встретить можно повсеместно буквально. Ну, действительно, субкультуры, они разного уровня, они в учреждениях существуют, и вот такие там пресс-хаты, пресс-бараки, там специальные какие-то отряды, ну, это вполне реальная история, которая может быть, и не будет сюрпризом, наверное, ни для кого. Ну, которая существует в 21 веке в государстве, которое претендует быть, ну, ладно, не демократичным, ну, хотя бы цивилизованным. Ну, здесь, знаете, важно говорить вообще о том, что это очень удобный механизм для администрации, потому что у тебя появляется некая группа, которая, благодаря которой ты чужими руками можешь осуществлять какие-то некие там свои функции и, скажем так, не марать руки, да, в каких-то вопросах. То есть, действительно, там поступают жалобы. Ну, Марат, в принципе, об этом примерно и описывал, что как бы его вот туда грозились там перевести, направить за то, что он там жаловался касательно там питания, касательно условий и прочего. Это, я говорю, это очень такой с давних времен, еще там, наверное, с советских времен, очень удобный механизм, который, к сожалению, очень распространенно до сих пор существует. То есть, это не вопрос такого какого-то кровожадного террора людоедского, а это вопрос просто некомпетентности руководства колонии, которое только таким способом может и управлять контингентом. Ну, как в армии, да? Ну, да, надо понимать, что вообще система уголовно-исполнительная, она, ну, не самая привлекательная для работы. Ну, объективно, можем мы с этим там согласиться или нет, но работа сложная, тяжелая и невысокооплачиваемая. И текучесть кадров, она просто огромная. Недостаток квалификации, текучесть кадров, поэтому в том числе и появляются пытки. Это как один из простых инструментов, когда ты головой ничего сделать не можешь, ты, соответственно, там начинаешь использовать силу. Это очень такой один из там давних, наверное, подходов к пониманию проблемы пыток в целом. Это не только в Казахстане. То есть, если следователь нормально не может проводить следственные действия, ему легче там начать бить подследственного, то он его будет бить. Если не может администрация справиться с какими-то там настроениями, с недовольными, не может улучшить условия для этих людей, то будут придумывать всякие бараки, либо вот там уже непосредственно сами что-то делать, либо вот там за ЛУДО просить там 6 или сколько там миллионов. Понятно. Поэтому проблема инструкциональная. Пока не будет нормальных кадров, пока не будет нормального обеспечения, эти проблемы будут регулярно всплывать, и они, к сожалению, никуда не уйдут. И, несмотря на многие старания, которые на самом деле существуют, в принципе, в нашей власти, она бы тоже, на мой взгляд, не очень хотела бы это, но вот до Куиса зачастую руки не доходят. И пока не будет нормальных условий, ожидать каких-то серьёзных изменений не вижу такой возможности. Да, Артур, а вот всё-таки скажите, есть ли, по вашим наблюдениям, всё-таки тенденция в ту сторону, что эти условно-пыточные дела за последнее время доводят как минимум до суда, ну и там наказывают по нарушителей? Потому что вот я, например, по Кантарскому делу наблюдала, что вот осенью в Алматинской области там по делам о пытках прям активно заводили дела и наказывали какие-то там летели чины, что называется. Я просто сама по своим наблюдениям помню, что такого раньше как будто бы было меньше или вообще не было. То есть даже если о пытках заявляли громко и публично, то это как-то заминалось на стадии там максимум следствия, до суда не доводило, уж тем более до наказания. Вот по вашим наблюдениям и меняется ситуация? Ну, я бы не сказал, что она меняется в корне, но отрицать того, что есть хорошая тенденция, не буду. Действительно, сейчас, например, Генеральная прокуратура начала более активно работать по делам о пытках и службы вот расследования, которые существуют при Генеральной прокуратуре, подключаются, в том числе там институт спецпрокуроров и так далее. Да, действительно, существуют, то есть раньше приговор по делу о пытках, это 146-я статья УК, это была там крайняя редкость, буквально там их по одному-два в год было. По январским событиям я уже знаю два приговора, там в отношении, там, по-моему, по одному делу три сотрудника, по второму четыре, это как раз Талдыкурган и Алмата. Здесь надо отметить, правда, вот о чем мы постоянно говорим, и коалиция против пыток, и бюро по правам человека, что существует, например, проблема компенсации жертвам пыток. Вот, то есть, человека пытали, был суд, виновных осудили, как правило, кстати, они получают, ну, на мой взгляд, не очень большие сроки. Максимальный срок, который, я знаю, это 6 лет, ну, а такие, как бы, минимальные, это по три года лишения свободы, но, тем не менее, хотя бы приговор есть. А для жертв очень большие проблемы возникают в плане компенсации. То есть, человека пытали, причем его пытал государственный служащий, да, то есть, это, там, сотрудник правоохранительных органов или сотрудник, там, нацгвардии, допустим. Этому человеку государство, там, дало форму, включило его в свою систему, выдало ему властные полномочия, и он причинил вред вот этими своими властными полномочиями. Но государство зачастую до сих пор не спешит компенсировать тот урон, который оно нанесло человеку. То есть, там, это медицинская помощь, это компенсация имморального вреда, это, в том числе, реабилитация по медицинским, психологическим основаниям и так далее. То есть, количество дел, которые дошли до суда, и количество приговоров по ним, да, увеличилось, особенно это связано с январскими событиями. Это, конечно, не очень много в глобальных масштабах, но это хотя бы хорошая тенденция. Но, например, проблемы с реабилитацией жертв, с компенсацией им, она до сих пор остается тяжелой и плохой. Поэтому над этим тоже работаем. Артур, ну, в завершении такой короткий вопрос, если получится так емко рассказать. Какой статус по Марату Желанбаеву все-таки? Есть ли шанс, что Марата выпустят раньше? Вот эти сообщения о проблемах его со здоровьем. Какой информацией вы владеете? Шансов каких-то больших я сейчас не вижу, честно говоря, потому что, да, действительно, как я получал информацию, тяжелое у него состояние, поскольку очень много дней он провел суммарно на голодовке. Некоторые мне знакомые, я его просто не видел в Судногорске, но некоторые знакомые говорили, что порядка 15 килограмм веса потерял. Насчет выхода, ну, по УДО, я опять же говорю, здесь такой всегда вопрос очень непрозрачный, потому что УДО – это очень проблемный институт в Казахстане. Ну, по вопросам помилования там тоже каких-то перспектив не вижу. Так что, к сожалению, пока могу сказать, что, скорее всего, Желанбаев продолжит находиться в Судногорске в учреждении. Понятно. Ну, будем следить за судьбой марафонца, человека, которого признали, на самом деле, политическим заключенным, которого приговорили к такому длительному сроку. Спасибо, Артур. Напомню, у нас на связи был юрист казахстанского филиала Бюро по правам человека Артур Алхастов. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова